День защитника Отечества Главного тренера команды «Крылья Советов» Гаджима Слимовича Гаджима. Добрый день, Гаджима Слимович. Добрый день. Такое неожиданное начало. Я думал, сразу начнем про футбол, а мы сразу про праздники. Ну, наверное, правильно, потому что этот день, он для всех россиян день значимый. Наша страна, она всегда славилась своими вооруженными силами. И всегда у россиян присутствовала гордость за силу русского оружия. Я поздравляю всех, в первую очередь, любителей футбола с этим замечательным праздником. Вот. И хочу сказать, что наша команда «Крылья», она будет в этом году, я уверен, по-настоящему мужской, по-настоящему боевой командой. Спасибо. Так получилось, что вопросы приходили и весь вчерашний вечер, и сегодня утром. И вот почему-то сбилось набираться, началось у вас вопросом номер два. Поэтому давайте вопросом номер один. Будет вопрос о вчерашнем матче. Вы вчера очень подробно нам рассказали о нем. Но вечером, насколько я знаю, был просмотр, был анализ. Может быть, есть что добавить по игре с «Шахтером»? Ну, добавить можно только детали. Я думаю, это не столь важно для болельщика. Это более важно для нас, для тренеров, для игроков. Мы должны тщательно анализировать каждую игровую ситуацию и стремиться к тому, чтобы эти каждые игровые ситуации, они становились понятны футболистам, и чтобы они в них допускали поменьше просчетов. В конечном итоге побеждает тот, кто совершает меньше ошибок. Ну, а так, если, может быть, повторюсь, может быть, кое-что скажу несколько другими словами, но в целом сегодня мы можем говорить уже не только о вчерашней игре, но, говоря о вчерашней игре, мы можем делать какие-то выводы и по сбору. Это так меньше времени займет и будет более правильно. Ну, во вчерашнем матче у нас, как и на всем этом сборе, к сожалению, не играл тот состав, который нам хотелось бы видеть 9-го числа и который, по нашему мнению, сегодня оптимальный. Ну, в частности, одним из последних, кто был на разминке, но все-таки не принял участие в игре, это был Ваня Таранов. У нас на этом сборе только одну игру провел Телес. У нас в позиции правого защитника уже после 40-й минуты отсутствовал Бенуа. То есть, в итоге нам пришлось перекроить практически всю линию обороны, вернуть в центр обороны Концедалова, поставить справа Стива. Мне никогда не импонировало, как он играет на фланге. И у нас в планах четко определена его задача, четко определена его позиция. Он должен играть в центре обороны. На фланге он действует значительно хуже, что, собственно, и подтвердил вчерашний матч. Но это, опять же, вынужденная такая мера. Лучше было бы поставить в правую позицию в данной ситуации, которая была во вчерашнем матче Цалагова. Но Цалагову не играть, там, пару игр или три игры. И поэтому смысла не было ставить его в эту позицию. Ну, в итоге, так оборона сыграла гораздо хуже, чем некоторые предыдущие матчи. Ну, здесь еще надо сказать, что и соперник, который играл наполовину основным составом, там у него человека 4-5 из основного состава, но это шахтер команд, в которой три состава очень приличных. Они здесь с тремя составами играют на сборе турецком. И, конечно, очень жаль, что мы не смогли, ну, хотя бы вот до конца, чтобы играли Бенуа и Таранов. Слишком большие изменения. Это даже дело не в результате, дело не в счете. Дело в том, что у нас есть такая потребность наиграть состав. Вот, это, к сожалению, не удается. Но неплохо, что вернулся в драгун, в строй. Неплохо, что вернулся с четким диагнозом, что его колено держит. Вот, оно не... Ну, что значит держит? Когда связки коленного сустава в порядке, то устойчивый, футболист может устойчиво стоять на ногах, а когда, значит, они травмированы, тогда колено, говорят, не держит ее, он не в состоянии менять направление движения, не в состоянии опираться так на колени. То есть колено здоровое у нее, он прошел три теста. Мы не пожалели на это время. Вот, в силу того, что футбол наиболее травматичный вид спорта, и порой очень часто футболисты пропускают недели, месяцы из-за травм. И в большинстве своем, ну, по крайней мере, в 50%, из-за того, что травмы не лечатся до конца. Повторные травмы, они чрезвычайно часты в футболе. И здесь очень важно довести курс лечения до конца, во-первых. А во-вторых, если продолжить в нескольких словах эту тему, потому что она сегодня у нас больная, эта тема, то очень важно иметь в составе квалифицированного реабилитолога, который бы помогал футболистам побыстрее возвращаться в состав. Вот такой реабилитолог у нас на этом сборе присутствует. Он, правда, еще не на контракте с клубом, но самарские болельщики его хорошо знают. Это Тибауди, итальянец, который работал в 2004 году в нашей команде. Агустина любезно согласился помочь нам на этом сборе и на следующем сборе. У него контракт с Миланом, который заканчивается где-то в середине лета. Ну, может быть, после окончания этого контракта он и подпишет контракт с крыльями, возможно. Ну, а пока он согласился такими короткими командировками в нашу команду помогать нам бескорыстно. Ну, а в двух словах то, что касается игры, то, с моей точки зрения, первое, самое важное, это она нам была полезна с точки зрения понимания уровня подготовленности отдельных игроков и отдельных линий в команде. Мы, конечно, должны делать скидку на то, что команда находится уже 13 дней на сборах. Конец сборов, это хотим мы того или нет, это все равно накапливается такое кумулятивное суммарное утомление и физическое, и психологическое. И с учетом этого, конечно же, должны делаться все остальные выводы. Почему? Потому что физическое состояние, оно существенно влияет на то, как играет команда. Ну, например, мы вчера планировали прессинговать, вот, и прессинг отрабатывали, в принципе, на протяжении обоих сборов, вот, но, если, например, в первых играх он нам хорошо удавался, да, физическое состояние было намного лучше, посвежее были футболисты, вот. Ну, правда, и соперник, мы должны учитывать, что и соперник был не очень, ну, менее, что ли, квалифицированный, хоть и лидер, например, чемпионата Венгрии, да, в первом матче, но все-таки шахтер куда более сильная команда. Вот. Но не только по этой причине, не только потому, что шахтер хорош, но и потому, что наше состояние физическое не лучшее сегодня. Прессинг, конечно, нам не удался, может быть, где-то пару минут первых еще что-то получалось. А потом, а потом все-таки нам пришлось играть несколько иной вариант. Нам пришлось встречать соперника уже у центральной линии. Вот. Во втором тайме мы вновь пытались прессинговать, вот, с самого начала. И в результате в одном из таких, в одной из таких ситуаций, получалось вроде и неплохо, а в одной из таких ситуаций, в такой быстрой контратаке пропустили гол. Не успели вернуться в оборону. Ну, вот такие примеры, они... Такие, такие примеры, такие, такие ситуации. Вот. Они очень хороши для анализа, для того, чтобы... По возможности исключить их в играх чемпионата. Вот. Вот. Ведь одно дело, когда мы эти все вещи оговариваем без... Без... Ну, не на конкретных примерах, что ли. Ну, так вот. Вот. Нужно играть так, нужно играть так. Вот. На макете. А другое дело, когда это произошло в игре... Ну, это такой... Такой наглядный урок, он куда более серьезно влияет на футболистов. Ну, так... Следующий вопрос. Немножко нефутбольный, но очень много болельщиков его задают, и мы не можем обойти его стороной. Как вот на вас лично, может быть, даже на команду влияют последние публикации в прессе по поводу собственных клубов? Следите вы за этим. Общались ли вы с руководством? Я общался с руководством, оно меня заверило, что все будет нормально, что футболисты и тренеры не должны отвлекаться на эту шумеху. Болельщик Алексей задает следующий вопрос. Довольны ли вы полностью тем, как организована сейчас работа команда на сборах? Как складываются взаимоотношения с руководством? Все ли ваши просьбы были выполнены? И также спрашивает, почему пока у команды нет той изюминки, которая была в 2004 году? Можно ли ожидать, что она появится в ближайшее время? Изюминка во многом зависит от состава. Если, например, в составе 2004 года был такой игрок, как Соуза, то от него всегда можно было ожидать изюминки. Если игрок в состоянии творить, то на поле будет изюминка. Если игроки не в состоянии творить, если они могут играть по-другому, решать какие-то другие, очень важные тоже для игры проблемы, то будет несколько по-другому смотреться сама игра. Я бы не сказал, что у команды сегодня нет совсем изюминки. Я могу сказать, что, например, несколько голов, например, в прошедшей игре, когда Таранов сделал такую классную передачу Воробьеву, а тот очень хорошо открылся, забил гол, когда первый гол Воробьев забил после взаимодействия с Елисеевым. Мне кажется, что эти голы, они тоже изюминки. И потом для того, чтобы команда... Мы в целом пытаемся, конечно, построить сейчас игру несколько по-другому, чем она играла. У нас меняется состав. И все-таки нужно хоть какое-то время для того, чтобы они лучше понимали друг друга. Вот, к сожалению, у нас нет сейчас в составе не было целого ряда игроков достаточно долго. Вот я про Драгуна сказал, его не было на всем этом сборе, про Максимова вообще его мы не видим. Он, к сожалению, не успел начать работать, снова получил травму с дублем на ровном месте. Поэтому, конечно, очень многое зависит от того, насколько команда сыграна, насколько команда понимает друг друга. Когда взаимодействие отлажено, когда игроки хорошо понимают друг друга, тогда мысль одного становится мыслью другого. И тогда получается такая, ну, более изящная, что ли, игра. Болельщики отмечают, что повысилась конкуренция в команде, очень этому рады. И спрашивают, если в команде какие-то футболисты будут явно эту конкуренцию проигрывать, планируете ли вы с кем-то расстаться и существует ли сейчас в команде такая проблема? Или вот этот состав полностью вам нужен, вы будете его задействовать? Нет, ну, понятно, что там до этого был вопрос, все ли удовлетворяет, да, вот, меня как тренера сегодня в клубе. Вот, я думаю, что лучше всего ответить на этот вопрос так. Таких ситуаций, когда все в клубе удовлетворяет, их, ну, практически не бывает. У нас весьма жесткая конкуренция и, ну, я имею в виду в футболе, да, и между клубами, и между командами весьма жесткая конкуренция. И каждый клуб, он находится в развитии, он находится в совершенствовании. Даже, даже клубы и команды и хорошо организованные, и хорошо укомплектованные, они все равно, значит, ищут варианты усиления своей игры, да. Вот, важно, чтобы было взаимопонимание. Вот взаимопонимание у меня есть с клубом, ну, полное, с руководством клуба полное. Они в меру своих возможностей делают для команды все. И я это понимаю, и вот это, вот это принципиально важно, понимаете. Вот, если, к примеру, нам на сегодняшний день нужно усиление, и мы заняты поиском там футболистов на некоторой позиции, да, но нам не удается, значит, или договориться с игроком в силу того, что у нас не так уж много ресурсов, да, для этого. Или по другим каким-то причинам, или, значит, мы, значит, сами не можем определиться в том, какой из игроков там на данный момент нам более необходим. То это просто те рабочие моменты, которые, которые есть в любом коллективе, в любой команде, и эти рабочие моменты, их нужно и решать в таком текущем порядке, что ли. Вот, но мы однозначно должны усиливаться. Это понимает все и руководство, еще усиливаться, это понимает и руководство клуба, и тренеры, вот. Но мы не должны это делать в торопях, как попало, мы не должны потратить деньги, пригласить игрока, который в итоге потом у нас будет протирать лавку, да, вот. А пригласить игрока нужного за минимальные на трансферном рынке цены, задача непростая, и она в одночасье не решается. То, что нам надо, значит, в клубе иметь более, что ли, мощную, более мощную селекционную структуру, это понимают все в клубе. И генеральный понимает, и, значит, совет директоров понимает, все понимают, вот. Но для этого нужно иметь тоже какое-то время, да, нужно найти ребят, которые бы квалифицированно и добросовестно выполняли вот эту работу, непростую работу. Вот. Когда, значит, такая структура будет в клубе, тогда и количество просматриваемых футболистов будет неизмеримо больше, да, и возможности выбора более эффективного, да, более правильного выбора расширятся. Вот. Следующий вопрос касается контрактов Макарова и Кузьмичева, будут ли они подписаны, и очень просит болельщиков рассказать поподробнее о Кузьмичеве, потому что на протяжении, вообще, большого периода времени шли даже дискуссии, что же это все-таки за Кузьмичев, какой из них, тот, который уже возрастной или все-таки молодой? Это молодой, который был в этой Тольяттинской академии, закончил эту Тольяттинскую академию, он играл за юношеские сборные страны на протяжении многих лет. Вот. Он после этого был игроком Анжи и игроком Рубина, последний контракт у него с Рубином. Вот. Был. И сейчас, насколько я знаю, есть договоренность с Рубином, что мы его заберем у этого клуба. Вот. То, что касается Макарова, то ситуация с ним складывалась таким образом. Мы его пригласили на сбор для того, чтобы определиться, вот, насколько, 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 насколько он нам нужен. В чем мы его пригласили на сбор? По его собственной инициативе. Он позвонил мне, попросил, попросился на сбор. Он говорит, что, Гаджи Масленович, я, в принципе, прекрасно себя чувствую. Вот. В хорошем состоянии. В Сибири, говорит, тоже у меня, говорит, вроде игра складывалась. И посмотрите, возможно, я вам смогу помочь. Ну, у нас тренер вратарей Юрий Шишкин. Ну, я ему сказал, чтобы он посмотрел диски с играми Макарова за Сибирь, последние диски. И чтобы он посмотрел еще нескольких молодых вратарей, которых нам рекомендовали. Вот. Он, после просмотра, он сказал, что все-таки на данный момент, с его точки зрения, Макаров нам нужнее. Именно вот на этом коротком отрезке. Ну, и плюс еще один из, там, молодых футболистов вратарей, он отказался ехать на просмотр. Он сказал, что или подписываете со мной контракт, или, говорит, что меня просматривать. Ну, здесь последнее слово было за Шишкиным. Он сказал, что все-таки лучше пригласить Макарова на сбор. Ну, на сегодняшний день складывается так ситуация, что первым вратарем остается Сережа Ремко. Второй все-таки, по мнению, опять же, Юры Шишкина. Мы ему доверяем. Так. Иногда дискутируем. Вот. Вавилин и Макаров. Вот. Ну, идут переговоры между Макаровым и клубом. Если они договорятся между собой, то Макаров останется. Если они не договорятся между собой, то тогда мы будем ориентироваться на, в основном, на двух вратарей. И кого-нибудь из дубля будем привлекать. Следующий вопрос касается примет суеверий. У многих футболистов, у многих тренеров есть какие-то свои приметы перед матчем или в процессе матча. Может быть, одежда, какие-то предметы. Есть ли у вас какие-то подобные привычки, что ли? И связаны ли какие-нибудь, может быть, практические истории интересные с суевериями? Ну, истории какие. Там на Олимпиаде я ногти не стрыг, мы выиграли Олимпиаду. История, вся история. А так, конечно же, как Владимир Высоцкий говорил, надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Вот верим в свои силы, в возможности игроков. Так, у меня каких-либо таких примет, но я не придерживаюсь примет. Следующий вопрос касается Объединенного чемпионата. Очень много по этому поводу дискуссий. Расскажите, какое у вас есть мнение по этому турниру, и есть ли, на ваш взгляд, укрылья в какие-то в нем перспективы? Ну, Объединенный чемпионат, первый, Объединенный чемпионат, он может стать толчком в развитии футбола в стране. И рассматривать этот чемпионат нужно только с позиции именно этих. То есть его нельзя рассматривать только с позиции каких-то там решений, каких-то там задач частных, отдельных клубов. И если рассматривать его только вот так, как я говорю, то тогда надо внутренний чемпионат российский сохранить. А вот этот Объединенный чемпионат, его лучше начинать с каких-то там соревнований кубкового характера, да? Как бы войти в него, да, посмотреть, что это такое. Сразу головой в омут лезть, значит, это слишком много возникает сложностей и ломок, да, организационных. Вот. И повторюсь, что очень важно сохранить российский чемпионат. Вот. Есть еще какое мнение. Вот там возникла какая-то там спорная там ситуация, да? И в результате этой спорной ситуации. Этот Объединенный чемпионат, он как возник? Он возник на основе конфликта, да? Вот. И теперь возник конфликт, сразу появился миллион. Миллиард. Миллиард сразу появился. И миллиард есть для проведения этого соревнования, понимаете? Но это же несерьезно, да? С точки зрения развития игры в футболе, в России, развития футбола в России, это несерьезно. С точки зрения того, что, да, таким крупным масштабным соревнованиям нужны серьезные финансы, это норма, да? Это профессиональный вид спорта, большой вид спорта. Вот. Это глобальное соревнование, там нужны большие деньги. Это все понятно. И это все хорошо, что они нашлись. Хорошо, что они нашлись. Хорошо, что есть люди, которые в состоянии вложить такие средства вот в такие соревнования, которые в конечном итоге, значит, с моей точки зрения, помогут развитию игры, да? Но почему вот не находились никакие даже приблизительные суммы для того, чтобы построить центры подготовки, значит, футболистов, центр сборной команды России? Почему не находятся деньги для строительства стадиона? У нас убогие стадионы в большинстве своем. Понимаете, у нас нет современных стадионов. У нас не создаются нормальные условия для зрителей. Вот. Нам нужно готовить более качественно тренерские кадры, преподаватели институтов физкультуры и так далее. Туда тоже везде нужны финансы. Поэтому, видите, такое неоднозначное вызывает у меня вот это вот... Ну, что ли, вот это вот движение неоднозначное вызывает такие мысли. Ну, в конечном итоге будем надеяться на то, что сначала нашлись деньги для объединенного чемпионата, а потом найдутся деньги для того, чтобы вложить их в резерв. Находятся деньги для того, чтобы покупать очень дорогих футболистов. Вкладывается в трансферы. Ну, просто большие деньги, да. Но в целом по стране я не говорю про отдельные клубы. Отдельные клубы все-таки это... Так, каждый по-своему внимание уделяет развитию подготовки резерва, там, развитию футбола, там, в регионе. Ну, например, Анжи в этом смысле так оно достойно выглядит. Я считаю, они академию сейчас открыли, стадион построили, ну, реконструировали, ну, фактически построили, да, заново. Вот, там Спартак какие-то такие усилия предпринимает. Но в целом по стране вот такого вот... Вот такого вот... Шага к развитию игры, к улучшению условий для подготовки собственных футболистов, их же не делается, не делается такие шаги, не предпринимается. Ну, а этот миллиард можно было бы сколько построить? Ну, может быть... Вот я знаю, некоторые... такие центры небольшие футбольные, ну, ходило на них там по 10, что ли, миллионов. Ну, сколько можно было таких центров построить? Следующий вопрос опять касается селекции. Вы говорили, что нужно усиление в виде нападающего и защитника. Болельщик интересуется, не считаете ли вы, что команде нужен игрок-созидатель, распасовщик, и если он уже в составе есть, то на кого вы планируете вот эти функции вложить? Ну, у нас, в принципе, есть группа игроков, которая неплохо может сыграть в концовке, там, может неплохую передачу дать. Я не могу сказать, что сейчас вот есть, допустим, один игрок там, который бы взял на себя все эти диспетчерские функции, и который бы, значит, вот эту проблему закрыл бы, да? Вот, мне бы хотелось, чтобы вот в таких, что ли, диспетчерских функциях, вот, диспетчерскими функциями было наделено несколько футболистов, потому что когда мы надеемся только на одного игрока, то это, конечно, слабость команды. Когда есть группа таких игроков, два или три, то тогда уже все-таки легче. Когда не пошла игра одного, мы можем, значит, ориентироваться на другого. Закрыли одного игрока плотно, а двух сложнее закрыть. Вот. Ну, вот таки, такими способностями, ну, у нас кто? Воробьев, Махмудов. Махмудов, правда, сейчас в последнее время только появился, вот сейчас у нас после короткого перерыва в игре. Почему он только там на 15-20 минут вышел? Потому что мы его снимали со специальной подготовки в силу того, что нагрузки были для него тяжелые, и он их не выдерживал, и мы ему давали микропаузу, переключали его на другие виды. Вот. Воробьев, Махмудов, Немов. Вот. Так, 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 наверное. Так, наверное, у нас сейчас, мне кажется, несколько лучше стал играть в пас Таранов. Вот. Но, конечно, это не его основная функция. Он должен больше помогать обороне и должен более качественно организовывать начало атаки, да. А когда мы говорим о диспетчере, то мы имеем в виду игрока, который ближе к атаке, да. Но здесь у меня тоже есть кое-какие правки, да. Сегодня вот это понятие диспетчера, оно все-таки трансформировалось. И таких диспетчеров, которые бы играли там только атаку и не участвовали бы в других стадиях игровых, да. Ну, их практически нет. Сейчас очень много игроков, которые играют от штрафной до штрафной, да. Бокс-то-бокс, говорят, да. Так, термин. С английского языка я себе перевести. А мы говорим от штрафной до штрафной. То есть игрок, который в состоянии и качественно играть около своей штрафной, в состоянии играть качественно и около чужой штрафной, в том числе и забивать голы. Вот, например, Максимов. Такого плана игрок. Такого плана игрок, можно сказать, и не молв. Но он, конечно, многое потерял после травмы. Мне кажется, он до сих пор не выглядит так, как выглядел пару лет назад. Но мы все равно на него надеемся, верим, что он сможет прибавить. Такого же плана игрок, в принципе, и Драгун. Он тоже игрок с такими универсальными возможностями. Но говорить о том, что мы его рассматриваем именно как человека, главным образом способного дать хорошую и качественную передачу, конечно же, нет. Скорее, тоже от штрафной до штрафной это игрок. Болельщик Алексей тоже, как и вы, обеспокоен большим количеством травм и интересуется, на ваш взгляд, может ли это быть как-то связано с теми нагрузками, которые предлагает тренер Грачев. С удовольны ли вы его работой? Не, а Грачев при чем здесь? Нагрузку дает главный тренер. И та работа, которую дает Грачев, она... Это же не он дает ее, это ее даю я. Он не может ее давать. Как он ее может давать? Без согласования со мной. Там в этой нагрузке нет ничего нового. Мы, ну, по крайней мере, для меня, да, мы... Я не первый год такую работу даю. Вот. И здесь скорее то, что с нагрузкой может быть связано, это да. Вот. Но скорее не с этой нагрузкой, а скорее с той динамичной работой, которая есть на футбольном поле. Ну, например, у ряда футболистов проблемы с приводящими мышцами, да. Вот. При чем здесь тренажерный зал? Он здесь ни при чем. Вот. А вот сама игра, особенно когда погода неважная, когда дождь, поле скользкое, то тогда опора едет, и мышцы приводящие, они растягиваются. И вот многократное растягивание приводящих мышц, оно приводит вот к таким ситуациям, когда, значит, футболисту или пауза нужна, или какие-то... Вот, ну, например, мы Махмудову дали паузу такую, да. У него тоже болели приводящие мышцы. У нас есть, ну, лучше по этому поводу сказать так, вот, причины, значит, причины, да, так, если их ранжировать, причины травматизма, ну, на первом месте стоит, стоит вообще структура, значит, мышц тела футболиста, да. Если у него, допустим, с позвоночником есть какие-то проблемы, вот, и у него осанка не такая опора какая-то такая кривая. Случаи бывали, когда тазобедренный сустав, он так, наперекосяк, да, и... Или одна нога короче другой, там, стельки по этому футболисты сейчас делают, чтобы более-менее равномерно нагрузка распределялась на тело. Вот, вот, это первая причина. Вторая причина, это, вот, та нагрузка, да, динамика, скорость выполнения упражнений. Вот, если скорость выполнения упражнений, интенсивность выполнения упражнений будет низкая, то эффект тренировочный будет тоже низкий. А... При... А далеко не все могут выдержать высокую интенсивность. Вот здесь важно, чтобы футболисты своевременно обращались к врачу. Ну, вот, на сегодняшний день нам после многократных бесед удалось добиться того, чтобы футболисты, ну, при малейших проблемах обращались к врачу. Вот, то есть не надо дожидаться той ситуации, когда, значит, уже нужно какое-то экстренное вмешательство. Лучше взять микропаузу и потом возобновить тренировки. Вот, это второе. Третье, это повторные, недолеченные травмы. Мы об этом уже говорили ранее с вами, что 50% травм – это повторные травмы. Где-то болячки недолеченные, незалеченные. В прошлом они дают о себе знать. Вот, случайные ситуации. Вот, например, Стив. У него случайная ситуация. У него палец там вылетел. Или Бенуа Англов вчера упал как-то так неудачно на локоть у него. Ну, он уже сегодня будет на тренировке, но во время игры у него там, значит, по нерву стукнули ему по локтевому там, и у него об рука повисла. Вот, вот, вот эти такие главные причины. Ну, и, конечно, сам вид спорта – это он самый травматичный у нас вид спорта. Вот, по травмам мы чемпионы. У нас в олимпийском цикле, я эту цифру хорошо помню, за год или за полтора только, нет ясного представления. Было 256 обращений к Зурабу Арженикинзову, он был тогда главным врачом олимпийской сбори. Вот, бывают сезоны такие, когда вообще нет травм. Вот у меня такие сезоны были, вообще нет травм. Бывают сезоны такие, когда, значит, травмы сыпятся, как, да, как горох. А бывает так, что 50-50. Болельщик, который подписался «Енот-163», интересуется, если пофантазировать немножко, вы хотели бы видеть в команде Александра Глеба? Очень инстальгируют наши болельщики по этому футболисту. Глеб очень талантливый футболист. Если бы он не был талантливым, у него бы не было бы такой карьеры, да, которая у него сложилась. Но эта же карьера говорит о том, что он, скорее всего, ну, так, неустойчив психологически, да, так будем говорить. Вот. И вот в таких ситуациях все зависит от внутренней мотивации. Если игрок сохраняет мотивацию, то он в состоянии помочь команде. Если игрок не мотивирован, он, даже если он очень большой игрок, он не принесет пользу. Крыльям все-таки у нас профессиональная команда, нелюбительская. Вот. С Глебом разговаривал Денис Маслов, я это знаю. Вот. Я был за то, чтобы он с ним поговорил. Я был за то, чтобы Глеб приехал на сборы, но он не приехал на сборы. По какой причине, не знаю. Болельщик, подписавшийся 200 миллионов, спрашивает. Какого футбола нам ждать в ближайшее время, имеется в виду концовка чемпионата, и какого через полгода-год будет ли, в зависимости от того, что нужно решать экстренные задачи в чемпионате, или, наоборот, есть время на более детальное построение игры, будет ли отличаться рисунок той игры, которую вы прививаете команде? Рисунок едва ли один будет отличаться от другого, качество будет отличаться одно от другого. должно, по крайней мере. Мы, по крайней мере, к этому будем стремиться. Состав надо будет усиливать. Вот сейчас нужно решить какую-то локальную задачу, задачу сегодняшнего дня. И решение этой задачи, оно позволит более качественно решать и другие задачи. считать, что, значит, не решив эту задачу, мы, значит, должны уже думать о будущем. Я думаю, что это такое наивное представление. Нам нельзя распыляться, нам нужно вот эту задачу сейчас вот на этом коротком промежутке решить. Это на сегодняшний день главное. И причем, решив эту задачу, мы фактически решаем частично и задачу движения вверх, да. Вот. Она вроде бы разная задача, а с другой стороны, они все-таки увязаны достаточно тесно друг с другом. Учитывая большое количество новичков в команде, возможно ли у нас ситуация, например, подобная «Зениту», когда кто-то из футболистов, который давно в клубе проявлял недовольство, вообще как дела с микроклиматом внутри коллектива, и все ли футболисты понимают свою роль в коллективе, в клубе и непосредственно на поле? Это непростой вопрос. Он, видимо, основан еще и не только на данных по «Зениту», да, не только на мнении о «Зените», вот, но еще на том, какой коллектив, какая команда была крылья, да, в прошлом году. И понятно, что проблемы единства существовали, вот, проблемы взаимопонимания существовали, вот. И на самом деле это всегда является центральной задачей, это всегда задача номер один. Значит, ну, что я имею в виду? Я имею в виду не то, что, значит, футболисты в обязательном порядке должны, значит, быть дружны вне футбольного поля, да. Нормальные профессиональные отношения должны быть и на футбольном поле, и вне футбольного поля, вот. А профессиональные отношения, они подразумевают подчинение личных интересов интересам коллектива. Интересы коллектива выше личных интересов. Вот если это есть в коллективе, то тогда мы говорим о том, что есть команда, да, а в другом случае мы говорим, что команды нет, есть игроки, а нет команды. Следующий вопрос от болельщика, который подписался, Евген, он интересуется, если бы была такая возможность, вы хотели бы вернуть в команду Белозерова, Коряку, Ководина и Анюкова? Белозерова, да, он, с моей точки зрения, был бы игроком основного состава. Коряку, да, он хорош в коллективе, он нестандартный игрок, вот, со своими, так сказать, перегибами, вот. Но он тоже был бы полезен в команде. Анюкова, безусловно, да, он в этой позиции заметно сильнее наших игроков. Колодина, да, если ему позволит спина, вот. Колодин игрок, который, ну, отношение к которому, вот такое теплое у меня, сохранится навсегда. Да, в силу того, что, когда команда наша в пятом году разваливалась, ее растаскивали, и Колодин уже подписал контракт с Динамо, и Динамо категорически было против, чтобы он поехал на игру в Амкар, на последнюю его игру в Амкар, он контракт подписал вторым числом, да, какого-то месяца там, а мы играли 27-м числом там предыдущего месяца, или 28-м числом. И они, руководство было категорически против, они говорили, а вдруг ты там получишь травму. Но он сказал, что, ну, мне все равно, там надо поехать, там по каким-то там делам. Ну, короче говоря, он этот матч сыграл, и этот матч мы выиграли 1-0. Вот. В Перми выиграть 1-0 было непросто, вот. А в нашей ситуации, когда мы уже растеряли полкоманды, было вообще это сделать очень сложно. Там Гусин забил гол, по-моему. Вот. Ну, и Колодин тот матч провел очень сильно. Сегодня он, насколько я знаю, не играл очень долго из-за каких-то проблем с позвоночником. У нас профессиональный вид спорта, он жестокий вид спорта, и мы не можем, там, допустим, взять игрока, который бы только за прошлые заслуги, и чтобы он не играл, да. Но если вот эти проблемы с позвоночником смогут быть решены, да, ну, каким-то методом лечения, то Колодин, он очень одаренный футболист, очень... очень одарен физически, и с очень хорошим здоровьем. И в таком случае он, конечно же, смог бы играть и был бы полезен команде. Гаджи Муслимович, кроме вопросов, приходит огромное количество пожеланий. Болельщики поздравляют вас с праздником, желают вам успехов. Очень хотят, чтобы у вас все получилось и в концовке этого чемпионата, и в целом с командой Крылья Совета, чтобы она играла не менее ярко, чем в 2004 году. Ну, и, наверное, закончим мы по традиции вопросом о девятом числе. Вот я разговаривал с футболистами, они говорят, что 20 тысяч и не меньше они ждут на трибунах. Какие у вас ожидания? Это футболисты говорят, что 20 тысяч? Это футболисты говорят, да, что мы хотим 20 тысяч на трибунах. Они хотят 20 тысяч. Ну, я не против, если придут 20 тысяч и один человек. Не ровно 20 тысяч, ну, а 20 тысяч 100, например, чтобы было понятно. То есть, конечно, ну, даже если придет 19 тысяч 999, тоже буду рад. И вообще каждому болельщику, который придет на стадион, я буду рад, будет рада. Вся команда, вот, если вас будет больше, мы будем неимоверно рады. Приходите, пожалуйста, на стадион, поддержите свою любимую команду. А мы постараемся не ударить в грязь лицом. Вот, несмотря на то, что соперник у нас действительно очень серьезный, лидер российского чемпионата. Вот. Сыграем в свою силу, я в этом уверен. Вот, приходите, поболейте. Спасибо. Спасибо вам, Гаджи Муслимович, за подробные развернутые ответы. Что ж, на этом наш прямой эфир подходит к концу. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, которые все это время работали для вас из Белика. Александр Соловов, режиссер трансляции. Александр Белоусов, наш оператор, руководитель пресс-службы Максим Съяснов. И я, Дмитрий Петров, мы прощаемся с вами, но ненадолго, совсем скоро снова встретимся в прямых эфирах на КС-ТВ Live. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok